Эта история, пожалуй, будет одним из самых ярких моих воспоминаний об универе, одним из самых любимых воспоминаний об универе, потому что я защитила курсач, который я даже не дочитала. Короче, был у меня в этом семестре предмет. Кстати, это видео вы увидите уже после того, как я сдам ей экзамен. Была у меня преподавательница, и она у нас вела два предмета. И по одному предмету вот как раз был курсач, будет экзамен, и по другому зачет, там надо было защищать рефераты. И все они были в один день. Ну, пришла я на первую пару к ней, я поняла, что это такая муть, такая дичь, такая скукотища. Все два предмета связаны с перевозками. Все три пары она в первый самый день диктовала. Я послушала минут пять, поняла, что не, ребят, я пас. И потом монтировала видос. Короче, в следующий раз я не пошла, и на этот предмет я вообще мало ходила, на самом деле. Я ходила, наверное, раз через два, и то я ходила... В тот раз, когда я ходила, я ходила только на две пары, потому что три пары, ну, это too much. Корсач. Это очень нудный предмет, это очень скучный предмет, это очень непонятный предмет, связанный с перевозками. Я учусь на управлении перевозками на третьем курсе. И так прошел весь семестр. И мне осталось у нее защитить две работы. И курсач. Вот две работы по предмету, по которому будет зачет. Прихожу я, значит, вот, защищать. Эту работу я купила. Я купила ее одногруппнице за тысячу. И я вроде поняла, как там все рассчитывается. Я даю ей эту работу. Она спрашивает, а что у тебя за груз? И я такая, ну, по заданию. Она такая, в смысле по заданию? Я говорю, ну, по заданию. Она говорит, все, иди. И, короче, она меня послала. Я такая думаю, что я не так-то сказала? В итоге выяснилось то, что задание было выбрать груз. И по нему там найти статистику и что-то сделать. Короче, она сразу поняла, что я сама это не делала. И, видимо, я вообще ничего не знаю. Но я знала. Ну, она меня послала, я думаю, фак. И я понимаю то, что она задает вопросы. Ну, вот я до этого слушала, что она спрашивает. Я вообще не понимаю, что она спрашивает. То есть, я настолько не понимаю, что она спрашивает, что я даже не понимаю. Надо говорить число, словосочетание. То есть, это одна из тех ситуаций, когда вас что-то спрашивают, и ты не понимаешь, ответ будет там 100 или ответ белая лошадь. Ну, то есть, вообще даже из какой области что надо говорить. И я защищала еще одну работу. Вот, реферат я сделала сама, работу я купила. И надо было и то, и то защищать. И я думаю, ну, я сама это не сдам. Это только микронаушник Короче, я попросила одногруппницу Это вот сначала я рассказываю про зачет, а потом будет про курсач Наступает последняя, по-моему, с ней пара То есть вот последний уже день, когда можно защищать эти все работы, курсачи и т.д Точнее, курсачи еще можно потом, но уже не на парах То есть надо будет бегать по универу, искать ее И я думаю, ладно, в тот день у меня что-то я проснулась У меня было такое хорошее предчувствие Вот я не знаю, как это объяснить, но иногда, когда я иду на какой-то экзамен Вот реально ты чувствуешь, что все будет нормально При том, что я не знаю вообще ничего по этому предмету Но я чувствую, что все будет нормально, я сдам И вот в тот день у меня было примерно такое же настроение Но я подготовилась Во-первых, я реально выучила и реферат, и вот эту работу, которую я защищала То есть я их в принципе знала Но если она меня спросит что-то по этому предмету вне этих работ, то я не отвечу Потому что я не знаю этот предмет, я не ходила на этот предмет Я не читала ни одной лекции, у меня нет ни одной лекции И я решила защищать с микронаушником Я попросила одногруппницу, у которой я как раз купила эту работу, помочь мне Я кинула ей свой реферат и эту работу Ну, работу-то мою она, понятное дело, знала, потому что она ее делала Короче, приезжаю я, там сначала идут те, кто курсачи защищают И моя очередь Ну, я уже засунула этот наушник Единственное, я ей говорю только говори очень громко Потому что я реально плохо слышу И на мне еще кофта была от Off-White А там очень такой объемный капюшон Я им вот так вот замоталась И вот в сам капюшон засунула эту удавку, которую я вешала на шею И моя очередь идет защищаться Я думаю, ну, как говорится, с Богом Сажусь я к ней Она меня сначала, по-моему, я работу защищала, да Она меня что-то спрашивает И я понимаю, что я не знаю ответ на этот вопрос Я поворачиваюсь так к классу А там остались уже те, ну, кто тоже затягивал с работами То есть тех, кто реально знает этот предмет, нет И она меня что-то спросила И одна девчонка показывает Типа, ты это знаешь, ты это знаешь Я такая, в смысле я это знаю? Я ничего не знаю И потом думаю, так Единственное, что я знаю по этому предмету Это название этих работ И я думаю, блин, может название этой работы Есть ответ на этот вопрос? И я ей говорю название работы И это оказалось правильно То есть, ну, она спрашивает Ты, я вообще не понимаю слова Я не знаю смысл Я не знаю значение этих слов, которые она спрашивает Это вот первая работа называлась Сглаженное значение по методу экспоненциального сглаживания И вот это то, что я сама защитила И вот я что-то такое ответила И оказалось правильно Потом она меня что-то еще спросила И уже девочка, которая у меня была на связи в наушнике Мне что-то сказала Я сказала, она говорит, ладно, типа Поставлю, а-ля защитила Я такая, одна работа сдана Из двух И реферат По реферату она меня спрашивает какой-то вопрос И я понимаю, ну, я не знаю это Я говорю, в смысле? Так там нету такого в моем реферате Я же защищаю реферат То есть, по сути, вопросы должны быть по реферату Она говорит, ну, так ты защищаешь не реферат Ты защищаешь эту тему Я такая думаю, блин, про себя Ну, классно Как будто на зачет пришла Типа, ты можешь спросить вообще что угодно Я-то защищаю реферат У меня девочка на связи, которая была Тоже ответила на этот вопрос Я, соответственно, ей говорю Она, вроде как, это тоже было правильно Что-то она мне еще спросила Но в итоге я сдала То есть, она мне ставит защиту Типа, ты защитила И у меня, получается, у нее остается курсач А курсач я дочитала, по-моему, до половины Чтобы вы понимали, курсач это 20 страниц Там где-то, ну, титульник Есть заключение, введение И где-то страниц 15 Это куча расчетов, куча формул По компании По которой вот я делала этот курсач Ну, как я делала Я его купила тоже однокрупненько За 4 тысячи Но я его прочитала только наполовину И вот в тот день Я же его не планировала защищать Я проснулась И вот у меня было странное такое предчувствие Что все будет нормально И я думаю, ну, ладно Начну его хотя бы читать Начинаю читать Там выучила даже две, наверное, формулы Там из, я не знаю, 20 Или сколько их там было И я понимаю, что мне уже время выходить Я думаю, ну, значит, не сегодня буду защищать Ну, видимо, тоже буду с наушником защищать Ну, посмотрим, как пройдет И вот я сижу И я понимаю весь абсурд ситуации То есть, а я вообще ничего не знаю По этому курсачу Потому что у меня уже все в голове Кашев с этими тремя работами Двумя работами и курсачом Все перепуталось, перемешалось И до меня защищали ребята-курсачи А нас спрашивают Ну, я вообще ничего не знаю Я не знаю, как отвечать на такие вопросы И я думаю, что, блин, а что мне попробовать Ну, вот что я потеряю Ну, не поставит она сейчас Ну, значит, буду пересдавать этот курсач Все равно его надо сдать до зачетов А зачеты начинались на следующей неделе То есть, у меня была, по сути, неделя Когда я могу бегать за ней И сдавать этот курсач И я решаю рискнуть То есть, я прочитала курсач наполовину Я не знаю его вообще И я решаю его пойти защищать Я звоню этому парню Говорю, так, ты на связи? Он такой, да Говорит, типа, а ты что, решила защищать? Я такая, ну да Он такой, ну, удачи Я сажусь к ней Даю ей этот курсач У меня руки реально трясутся Потому что я понимаю Ну, объективно я задница Она открывает этот курсач Ну, парень этот на связи Дальше вот, как я помню Как я это сдавала Я сдавала это на прошлой неделе Я до сих пор, когда говорю Видите, насколько я радостная Открывает она Ну, пролистывает сколько-то страниц Такая хмурится А вот если она начинает моргать Типа, вот так То, значит, у тебя все очень плохо Она что-то хмурится Говорит, типа, а это что за буква? Там какая-то буква Ну, я вообще не знаю, что это за буква Я такая, ну, это коэффициент Она так что-то начинает Ну, помаргивать Она такая, в смысле коэффициент? А там подписаны все формулы Их всегда надо подписывать Я беру так, разворачиваю курсач И читаю название Того, что это есть Оказалось, что это не коэффициент вообще Она такая, типа, удивляется Что, ну, по сути, я, можно сказать Из ее рук этот курсач взяла Ну, ладно Я ей прочитала, что это такое Она такая А, ну, вообще это по-другому обозначается Я говорю Ну, вот я так обозначила А потом Она мне что-то еще спрашивает Он вроде тоже мне говорит Я тоже это говорю И потом она говорит Вот, она мне не может что-то найти Говорит А где у тебя себестоимость? И это было сказано так Как будто, ну, с вопросом То есть, предполагалось то Что я ей сейчас отвечу Где у меня себестоимость А я-то свой курсач не знаю И я молчу И она листает Не может это найти Она уже такая вопросом Говорит А у тебя же есть себестоимость? И я такая Ну, да Я надеялась То, что мне парень В наушниках этот скажет Есть ли у меня себестоимость или нет Он что-то молчит Но я думаю Ну, наверное, есть Но я такая Ну, да К счастью, в этот момент Она находит этот раздел И говорит А, у тебя она неподробная Я говорю Ну, что нашла? Она говорит Ну, хорошо Раз ты поленилась Там то-то, то-то сделать Скажи-ка мне По теории Там что-то разделы Себестоимости Что-то такое То есть, вопрос На который я даже Ну, не имела вообще Никакого представления Что надо отвечать И этот парень молчит И я такая А у меня наушник А у меня наушник был в рукаве И я такая Сижу Разделы Себестоимости Я думаю Может, он не услышал вопрос Он молчит И потом он говорит Типа У тебя этого нету В курсаче Типа У тебя только Себестоимость И я-то это понимаю То есть, ей нужна теория А он, видимо, этого не понял И тут заходит какой-то чувак Ну, другой препод Я в этот момент Беру телефон Просто в наглую Делаю вид Как будто мне там Что-то написали То есть, так хмурюсь Чтобы она не подумала Что я там кому-то что-то пишу В этот момент Я захожу в контакт И пишу ему Теория Погугли И такая хмурюсь Типа Ой Очень важное сообщение Потому что, ну, третий курс Многие работают Там, ну, реально Может произойти что-то такое Я написала ему это Этот препод уходит Она такая Ну, ты подумала Я такая И тут я понимаю Что-то не то И я понимаю То, что у меня отключился Микронаушник Я осталась Один на один с ней С этим курсачем Который я не читала И я такая Фак У меня в голове Прокручивается ситуация Развитие События Она мне сейчас Начинает задавать вопросы Я ни на один не отвечу Она меня посылает На пересдачу И она понимает То, что я этот курсач Не писала И я вообще ничего не знаю И это не лучший Исход события Я на ощупь Начинаю звонить Этому парню У меня телефон в руках А вот она сидит И как бы я сбоку сидела То есть, прям перед ней И она Ну, один на один Она мне дальше спрашивает Ну Я говорю Ну, я не знаю Спросить что-нибудь еще Потому что я понимаю Что я не могу До этого парня Дозвониться почему-то Ну, а этого я реально Не знаю Откуда я буду знать теорию Она, видимо, понимает То, что Ну, я очень коряво Отвечаю на эти вопросы Не сразу И она спрашивает У меня был курсач Про авиакомпанию И она спрашивает Вот у тебя авиакомпания Я такая Угу Она что-то еще Говорит Вот у тебя то-то Я такая Угу Я вообще не понимаю Что она говорит Вот у тебя то-то Ну, наверное Раз она говорит Поэтому я соглашаюсь Да Да, конечно И она говорит Вот от чего Авиакомпания получает прибыль Как-то она это сказала Транспортную прибыль Что-то такое Я в этот момент Все еще пытаюсь позвонить Я думаю Так, Света Ну, ты что-то знаешь О современном мире Вот у тебя авиакомпания есть И я уже начинаю Это вслух говорить Так Прибыль авиакомпании Потому что Я не знаю Есть ли это в моем курсаче Или нет Давала ли она Какую-то теорию По этому поводу Я такая Так Авиакомпания С чего может получать прибыль Ну, с продажи билетов Она такая Угу И я такая Так А с чего еще-то Я Ну, вот у вас есть самолет С чего авиакомпания Получает прибыль Ну, с продажи билетов Что можно продавать В авиакомпании Я такая А, эти фаст-пассы В аэропорту То есть, есть же вот Бизнес-класс И есть какая-то Когда вы приезжаете В аэропорт На регистрацию Есть очередь общая А есть те, кто быстро проходит По сути, это и есть билет твой Но я решила это отдельно Сказать Потому что я не знала Что еще говорить И как бы в этот момент Я все еще пытаюсь дозвониться Потому что То есть, я все это время Пыталась выиграть время Я не дозваниваюсь до этого парня И я сначала думала Что просто Может он занят И я тогда решаю набрать девочки Вот, которая мне помогала Только что защищать Предыдущие две работы Я этой девчонке Написала тоже Что я иду защищать курсач Ну, как бы она знала То, что мне парень Будет помогать Но я такая просто Типа, на всякий случай Будь онлайн, пожалуйста Она такая, окей Я на связи, если что И я ей звоню А, из этой авиакомпании И я такая говорю От аренды На меня препод Такая смотрит Типа, от какой аренды Я говорю Ну, от аренды самолетов Вертолетов Там, если компания не очень большая Там есть какие-то Самолеты не очень большие Также для, там, бизнесменов Для каких-то частных Корпоративных полетов Ну, короче Опять что-то начинаю говорить Ну, я имела ввиду Олигархи, я не знаю На которых летают Вот это, типа, от аренды И она говорит То есть я этого Этот ответ вообще не понравился Она такая То есть ты хочешь включить Что-то там Добавочную прибыль В основную И, короче, это не подходит Я говорю Ну, я больше не знаю И в этот момент Я уже звоню этой девочке И она подключилась И она такая Алло Я уже готовлюсь слушать Другой вопрос И она мне что-то Спрашивает еще что-то Мне эта девочка Что-то начинает говорить Я вроде как это отвечаю И тут она тоже отсоединяется То есть у того, что я использовала интернет Ну, как я в итоге поняла Проблемы были со связью И опять, получается Я ответила на какой-то вопрос Там, может, на два И опять я с ней один на один И там было куча формы В этом курсаче И она меня спрашивает Так, вот у тебя есть трудоемкость А там было две величины Трудоемкость и что-то еще И вот одно из них Это типа одно А другое это наоборот Поделить То есть там, допустим В первом это А на Б А в другом Б на А И я помню, что В чем-то из этого Надо было делить работников На типа произведенную продукцию Я, естественно, не помню Чем это обозначается Это было на В конце курсача Я это даже толком не читала Я вот листала И что-то мне как-то Ну, вот в глаза попались Эти формулы Я прочитала Трудоемкость Еще что-то И я прочитала Что типа это взаимообратные величины И я понимаю, что Ну, я не могу дозвониться То есть я уже забила на этот наушник Все, один на один Решается судьба Века моя Я ей говорю То есть открытую так Говорю так Есть две величины Вот трудоемкость И еще Вот вторую я на тот момент Еще помнила И я говорю Вот они как бы обратные Она такая Угу И что же такое трудоемкость Назови формулу Я говорю Ну, это количество людей Поделенное на количество Произведенной продукции Она такая Каких людей? Я говорю Ну, которые работают в компании И потом я вспоминаю Там где-то было слово среднее Типа среднюю численность работников Что-то такое Я Она говорит Просто людей Я говорю Нет, средних Среднюю численность работников Она говорит В смысле среднюю численность работников? Я говорю Ну, среднее количество работников Она говорит Ты имеешь ввиду Среднюю списочную численность? Я думаю Ну, наверное Это и есть то Что я имею ввиду Я такая Да В итоге я угадала Это реально было оно Просто Оно называется по-другому По-научному И она говорит просто ли эту среднесписочную численность поделить? И я думаю, так, вот как мне казалось, я видела формулу, там было что-то в числителе и что-то в знаменателе, и там не было ничего другого, но если она спрашивает, вероятно, там что-то еще есть. Я думаю, может, там проценты были, типа, этих людей поделить на работу и множить на 100%, может, так было. Пока я вся думаю, это все в голове, но я молчу, соответственно, я такая, она говорит, ясно, в чем измеряется трудоемкость? И у меня тоже, я такая, так, трудоемкость, физика, трудоемкость, я не помню, ну, я не помню. И вот у меня в голову приходит вот этот предыдущий вопрос, то, что она спросила, типа, только ли людей поделить? Я думаю, может, там все-таки реально были проценты, может, она в процентах измеряется? Я такая, в процентах, она тут уже очень сильно начинает моргать, и говорит, ну, это очень плохо, и у меня в голове проносится, блин, наверное, ну, все, я завалилась, и она говорит, ну, это еле-еле три, и я такая, да, да, то есть, я это почти заорала на весь класс, и она там чуть ли не подпрыгнула от этого ора, она такая на меня смотрит, и я такая, да, да, я согласна на три, да. Она такая, ну, неси зачетку, то есть, она очень удивилась моей реакцией, а я, ну, то есть, я, я в этот момент, я понимаю то, что все, я сдала курсач, который я не читала, и мне не придется его читать, мне не придется убить кучу времени на то, чтобы выучить этот курсач, еще не факт, что если я выучу этот курсач, я его сдам, потому что она может спросить вообще что угодно по этому предмету, я не знаю этот предмет, и у меня вот в эту секунду это все в голове пронеслось, что все, я сдала, я отвязалась, я заплатила этот, за этот курсач 4 тысячи, и все, все, я его сдала, все, я свободна, я допущена до сессии, и как бы вот у меня это все в голове прокрутилось, потому что, ну, я в этот день не планировала его защищать. И это реально мне жестко подфартило. И как бы вот эта радость в эту секунду, я реально на эмоциях такая, да! И я даю ей зачетку, и она мне ставит эту несчастную тройку, и все, я сдала. А, перед этим, как бы главное, это задать настрой. Главное идти на зачет, на экзамен с хорошим настроем, с уверенностью, что ты сдашь, даже если ты ничего не знаешь. Передо мной защищали эти курсачи, она реально задавала вопрос, но я на них вообще не знала ответа. И она всем ставила четверки-пятерки. То есть передо мной просто защищали те ребята, которые реально ходили там на все ее пары, писали все ее лекции. И тут как бы я. Здравствуйте! И когда вот как раз таки осталась я, я думаю, идти не идти, идти не идти, я вообще ничего не знаю, но может рискнуть попробовать. И я у нее такая спрашиваю, вот как бы сейчас уже моя очередь, я говорю, а вы за курсачи тройки ставите? Она еще так, ну, поднимает глаза на меня. И ей этот вопрос показался странным. Она такая, ну, да, типа, с чего вопрос? Я говорю, ну, просто вы пока ставите там четверки-пятерки, просто интересно. То есть у вас за курсачи получить тройку реально? Ее как-то напрягает этот вопрос. И она говорит, ну, как бы бывают ситуации, когда там ребята вообще почти ничего не знают, и как бы это еле-еле три. И я про себя думаю, так, вот это вот мой вариант. То есть я что-то как бы знаю, потому что, ну, я учила эти работы, я прочитала половину курсача, и наверное, я что-то знаю, но вот как бы три с минусом, это мой вариант. И после этого я пошла, и как бы вот у нее, скорее всего, в голове это прокрутилось, то, что я задавала этот вопрос, и вероятно, я претендую на три, и мне устроит тройка. И она такая, ну, это очень плохо, это еле-еле три. И я такая, да, 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 и все. И я после этого, я, наверное, всем своим друзьям эту историю рассказала, как я сдала этот несчастный курсач. И я до конца дня была счастлива, я встала на следующий день, у меня было прекрасное настроение. Всегда имейте хороший настрой, всегда верьте в себя перед всеми экзаменами, и тогда у вас все будет хорошо. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то ставьте ему пальцы вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Ну, всем пока! Пока!